В Мурманской области волонтёры активно помогают собакам и кошкам, спасают их, выхаживают, подбирают передержку и находят новые семьи. Но иногда на улице оказываются и другие беззащитные животные, которых нельзя поселить в квартире. Спасение находится и для них. Многодетное семейство нутрий, лошади, еноты, белки. В этой дружелюбной атмосфере под одной крышей живут и крупные рогатые, и маленькие зверята. С момента основания этой конюшни в 2004 году её стены стали пристанищем не только для лошадей, но и для утративших надежду животных. Кого-то сюда принесли бывшие хозяева. Кого-то сотрудники конюшни пожалели и спасли от голодной смерти. Строился дом. Строители прикормили белочек в лесу. И когда пришло время сдачи этого дома, хозяева увидели белочек у себя в доме, за голову схватились. Ну, представляете, белки, они же всё погрызут. То есть одно ли дело, когда просто они там на какое-то время, а они же уже поняли, что всё, кормушка, никуда ходить не надо, то есть греются. И они так прижились. В соседнем вольере проживают два енотика и котик. Значит, котиков у нас тоже два, но так как они между собой не очень дружат, они у нас посуточно у енотиков отбывают. И енотикам не скучно, и котики целенькие. Значит, енот из квартир. То есть один вот пришёл где-то год-два назад, а второй пришёл вот немножко позже. Это трио сразу бросается в глаза. Ослик, козлик и овечка. Ну, чем не бременские музыканты? Живут вместе, по словам Елены, друг в друге души не чают. Каждый из них прошёл долгий путь, прежде чем оказаться здесь. Козёл Федя приехал из Апатитов. Его хотели пустить на убой, но хозяйка сжалилась и подарила козлика конюшне. Ослик-розочка – питомец основателя конюшни. Вопреки стереотипам, очень скромная и совсем неупрямая. А вот катумскую овцу Раису Максимовну приобрели намеренно. У неё есть пятно на голове. И когда она была маленькая, она была более светлая, такая беленькая, с этим и более выраженным пятном. Ну, Горбачёвым же не можем её Михаилом назвать. А Раису Максимовну вроде бы как и нормально. Живой уголок – это неконтактный зоопарк, подчёркивает Елена. «Неконтактный зоопарк, сразу говорю, мы разрешаем животным общаться с людьми, если они сами того хотят. То есть я их выпускаю, если они идут на контакт, пожалуйста. Если они не хотят, они могут уйти, я их закрываю, всё. Некоторых животных разрешаю, у них дефицит общения. Некоторые же пришли с квартир, человека знают, тянутся». С животными можно не только общаться, но и кормить. Иногда. Особенной популярностью пользуется морковка, также в почёте крупы, хлеб, капуста и другие овощи. А вообще кормлением лучше не увлекаться и советоваться с сотрудниками конюшни, поскольку неправильное питание может нанести непоправимый вред здоровью животных. «Вёдра для паения лошадей, ну и животных в том числе. Кормятся они травлённым зерном, в данном случае ячмень. Он очень энергетично ёмкий, то есть переваривается долго. Если овёс переварится 2 часа, ячмень 6 часов. То есть сытые лошади, и плюсом он тоже даёт энергию, но не такую бешеную, как овёс». Но всё-таки главные обитатели конюшни – это благородные лошади. Их здесь 8, 3 жеребца и 5 кобыл. Они разных пород – тракененской немецкой спортивной, башкирской, спортивных помесей и донской породы золота России. С давних времён лошадь считается верным другом человека. Она была и остаётся надёжным транспортом и отличным помощником по хозяйству. К тому же верховая езда помогает улучшить осанку, служит профилактикой инсульта и укрепляет все группы мышц. Студентка Дарья Щепелина в конюшне – частый гость. Свою любимицу – Октябрину она регулярно навещает после учёбы. На данный момент лошади – главное увлечение девушки. Регулярно заниматься верховой ездой Даша начала осенью этого года. Говорит, до этого несколько раз пробовала ездить верхом. Постепенно вошла во вкус и захотела продолжить. Сюда приходишь, какое-то спокойствие начинаешь ощущать. Прежде всего, от общения с животным. И, в принципе, верховая езда во многом помогает успокоиться и как-то набраться уверенности, сил. Верховая езда начинается с земли. Прежде чем сесть на лошадь, с ней необходимо установить контакт. Лошади отлично чувствуют настроение человека, поэтому важно быть уверенным в себе и сохранять спокойствие. У меня были проблемы, периодически появляются снова. То есть, именно внутренне, когда нет настроя на то, что нужно ехать и откинуть вообще все свои проблемы, то она это почувствует и может повезти не туда. Вообще, в принципе, повезти, что недопустимо. Подготовиться к езде просто. Укладывается специальное покрывало в Альтрап, затем седло, оголовье и подпруга. С ее помощью седло крепится к лошади. Ее необходимо натягивать, в принципе, туго, но после того, как человек уже сел на лошадь, ее необходимо еще подтянуть. То есть, седло не должно никаким образом вилять в стороны, иначе просто можно слететь, перевернуться. Для верховой езды необходима специальная экипировка. Шлемы-краги помогут избежать неприятных последствий. Общение с лошадью не всегда проходит гладко. Даша уже успела набить собственные шишки и несколько раз вылетела из седла. Если человек достаточно хорошо проработал свою посадку, то он, в принципе, не вылетит. То есть, если он вылетает из седла и падает, это значит только то, что он неправильно сидит. Чем комфортнее лошади, тем комфортнее всаднику на ней, уверена Елена Лосковец. Опытный тренер на глаз определяет, что беспокоит лошадь и всегда придет на помощь новичку. Вальтрапик заехал в запад прубы, тоже все выровнять. Лошадь не может нам сказать, что и удобно, и неудобно. То есть, это наша ответственность и Дашина безопасность. И вот эта лошадь, допустим, она нас зеркалит. То есть, как вот сидит всадник, как он на нее оказывает давление посредством рук, ног и уклонов корпуса, так лошадь и вот выдает картинку. Можно смотреть на лошадь и понимать, что так или не так делает всадник. Шаг, рысь, голоб. Обучение проходит поэтапно. От простых упражнений новички переходят к более сложным. В начале пути лучше избегать резких движений и поворотов. Вот здесь уже девочки более-менее подъезженные, занимаются достаточно давно. И они уже точно знают, что и как надо делать. И вот сейчас уже чуть-чуть присиделась у нас Даша и поехала более расслабленно. Мастерство потихонечку приобретается. То есть, они так, что «О, я умею, сел, я в деревне катался, дайте мне коня, и вот я вам покажу мастерку». Отлично, Мария! Вот здесь вот хорошо, видите, спокойный, ровный, уравновешенный голобчик. То есть, видно, что лошадка отпыркивает, это хорошее дыхание, то есть, открытые легкие. Она работает, дышит в темп, как настоящий спортсмен. Вот это уже достаточно опытная лошадь, выступающая на соревнованиях. Ну и кровя. Тут очень много, значит, все-таки кровя. Потому что вот что вложили, вот опять же, генетики в лошадь, то и получает садник. Чем породнее лошадь, тем она больше может. Общение с лошадьми учит человека контролировать эмоции, тело и помогает расслабиться. К тому же лошади не только способны почувствовать наше настроение, но и могут его улучшить. Ученые отмечают положительное влияние животных на душевное состояние людей. В свою очередь, наше внимание и забота тоже идут на пользу братьям меньшим. Редактор субтитров А.Семкин